вот такая вот шаурма у нас получилось большая мужу мелкая мне вкуснотища будет я уверена что вкусно не может быть невкусно сегодня у нас на ужин макароны по-флотски с долми и поверх у меня натертый сыр с домашним фаршем такая вкуснотища а здесь салатик капустный свежий с растительным маслом лучком и укропчиком заморожены так красиво шинкует вот этого тоненькая овощечистка вообще шикарно мне нравится вот моя порция такая вкуснотища сегодня сегодня буду готовить капустный пирог обязательно засниму тесто это буду делать попозже просто есть время нашинковала капусту очень тоненько так красивенько здесь у меня морковка на мелкой терке сейчас еще пару луковиц немножко растительного масла и минут десять потушу под крышкой а потом уже будем готовить тесто тесто будет дрожжевое сегодня я ничего не снимала хотел для вас заснять рецепт теста потом что-то закрутил завертелась болтала телефону и ничего не засняла вот такой у меня пирог получился так и что хотел сказать то вот так вот мелко нашинковано видите очень капуста держит форму когда мелко нашинковано с морковочкой вот такой вот тесточка молоко водичка 50 на 50 даже молока чуть побольше одно яйцо пол чайной ложки соли сколько две столовые ложки сахара дрожжи 1 чайная ложка и мука сколько возьмет тесто потом замешивать потом растительное масло добавляете и замешивайте с растительным маслом вот такое тесто получается и формируем пирог у меня муж обожает с капустой думаю он будет доволен пирогу здесь так много получилось наверное сейчас если что думаю наверное сейчас если что думаю может соседки тетя тамаре занести немножко гостинцы здесь у меня из остатков теста сейчас покажу булочки такие вот получились тоже мягкие я сделала прослойку с сахаром и с маслом внутри сформировала вот такие вот булочки тоже чай попить так что вот такой пирожок у меня получился еще у меня сейчас в холодильнике настаивается салат это его можно не настаивать конечно но я его не смешивала с майонезом это оливье тоже с колбаской за колбаску съездила сделал оливье и здесь у меня также в кастрюле варится рыбный супчик так что сегодня у нас пир на весь мир сейчас муж придет уже через минут пять одержится этот булочки куша такое вот тесто вкусно вкусно вообще нежная нежная вкуснятинка так что вот такие вот сегодня у меня были дела сегодня также съездил на перекидку колес я говорю же никак времени не было заснять ничего не снимала вы уж меня простите не злитесь на меня пожалуйста сегодня у нас на ужин рыбный супчик из рыбной консервы очень очень вкусный такой сытный с рисом и еще у нас салатик здесь у нас оливье тоже вкусно не знаю давно не ели что ли такое вкусное но вкусное получилось плюс капустный пирог плюс булочки что еще у нас ну все наверное хватит сегодня мы ужинаем супчиком который приготовили вместе с вами и вот такой вот подливка с гречкой такой у нас ужин я буду только гречку потому что мне этого всего будет много время уже 9 часов вечера мы только кушаем сегодня у нас на обед жареная картошка с чесноком и луком вот такая вот пицца у меня получилось надеюсь что она вкусная с домашним майонезом с огурчиком с колбаской такая красавица и вкуснятина всем привет начинаю свой очередной влог всем доброе утро я с утра пока мужа провожала сделала маску для волос потому что вот сколько я не делала дня три наверное не делала и что-то мне кажется волосы начали ухудшаться у нас полным ходом идет ремонт мы на кухне здесь забили все забили вот уже кабель канал висит здесь у нас уже почти все готово осталось купить две люстры получается ну может даже одну если муж старую посмотрит там патроны только будет делать но и все уже будет все хорошо вчера а еще подробности какие какие новости за все эти дни что я ничего не снимала мы снесли вот это вот прихожки шкаф типа шкафа он был из dvp шки вот все вещи все 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 в мешок загрузили все ненужные там столько было ходов для мышей это ужас но . сколько стоял считаете все мы там все забили плюнтусами мы так покрасили полы здесь на кухне потом здесь уже кабель канал на люстру висит потом что еще в той кухне мы сделали как мы перенесли стол вынесли вчера чуть лет на мышку не грохнули но не получилось она убежала мы не смогли ее не поймать ничего вот стол вынесли там вообще там я не знаю у нас я не знаю то ли из-за того что кота не то ли чё но я не хочу кота не хочу не хочу за ним уф не нравится мне коты потому что сколько мы не пробовали котов у нас никогда коты не выживают и они у нас ну не уживаемся мы с котами в итоге они пропадают либо либо здесь соседские коты их уже гонят ну не получается никак вот да не в этом суть вчера купила клей для мышей ну вот этот хороший такой 95 рублей что то я думаю дорого и купила вчера конфеты крысы очень любит конфеты эти но они не сразу помогают вчера мы там все забили плюнтусами вообще хорошо сделали все прям прям чики-пики и мы вчера также полы покрасили там тоже хорошо сегодня мы туда уже а сегодня муж будет делать проводку уже на кухне уже доканчивать до конца вот а я ну пока буду готовить вот здесь вот там где мы кушаем а потом туда мне стол поставит мы тут уже стало все помыли все 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 чистота порядок каждый день пашем как лошади по не знаю он приходит 6 пока покушает где-то время 7 мы с 7 до 12 каждый день работа но кроме того что я еще на работе работа вы представляете вот так вот но куда деваться 5 часов мы каждый день ежедневно вот вкладываемся в этот дом каждый божий день не знаю мы мы уже не можем не посмотреть ни фильмов ничего короче болтушка я сегодня поснимаю немножко для вас конечно я знаю что вы любите мои блоги я вас тоже всех очень люблю сейчас выпью чай с мою маску и своим шампунем противопадения кстати шампунь шикарно помогать мне очень понравился горло першит перекинули колеса а тут погода бац и все снега нет на улице уже плюс вот так вот у нас бывает башкирии ну вот что еще хотел сказать волос чешется против после этой маски а а а сейчас буду приводить себя в порядок и наверное будем что-нибудь готовить потому что у меня в холодильнике шаром покати ничего уж толком не осталось денег тоже не осталось доедаем остатки до шучу я конечно муж сегодня перечислил на карточку там надо будет кое-что съездить купить так что вместе поедем сейчас буду ставить тесто на булочки для этого отправлю сюда где-то один стакан молока для булочек для пиццы будет одно тесто молоко у меня из холодильника поэтому буду разбавлять горячим кипятком сюда отправляю кипяток чтобы молоко стало тепленьким чтобы дрожжи не звали еще можно доложу и вот молоко стало уже тепленьким вообще хорошо всегда так делаю разбавляю горячей водой теперь сахара чайными ложками положу одну чайную 2 с горкой 3 все хватит и соли пол чайной ложки тщательно перемешали теперь сюда яйцо одну штучку с яйцом все перемешали теперь отправляем муку я всегда на глаз мне кажется пока хватит перемешиваем тут раз приготовил такие вкусные булочки получились вообще тесто нежнейшее как пух получилась мужу очень понравилось сейчас пиццу булочки испеку и что-нибудь из мясного нет не хватило что это в этот раз еще немножко муки а дрожжи кто положит вот я заболталась ладно не забыла про дрожжи сейчас руками перемешаю где-то одна чайная ложка все хватит все дрожжи у меня разошлись я еще отправил немножко молока сейчас добавила муки и замешиваю тесто вот же как бывает разболталась заболталась то это то то мне здесь вообще никаких условий для съемок тем более для сегодняшних вообще это что-то с чем-то все валяется все так на нервы действует не могу при еще хотела сегодня сделать сметану сбить у меня привозили бабушки 40 дней было сметану она прокисла ну деревенскую такую густую сметану и сестра говорит сделай масло вот не знаю как его сделать сейчас наверное попробую надо взбивать взбивать руками масло как она мне объяснила потом выйдет пахта или пихта ли вот эту воду с горечью сливаешь и растительное масло кладу и вот это горечь потом выходит и у тебя получается обычное сливочное масло натуральное вкусное там я не знаю сколько процентов жирности вот тесто у нас уже готово я его долго долго замесила долго долго замешивала тесто у нас получилось вот такое вот жиденькая но не жиденькая не густая она уже отлипает от рук вот именно когда отлипает от рук значит ну готова сейчас накроем и поставим подниматься ну я думаю за час она поднимется как раз к обеду у нас будет и пицца и булочки ну и еще и главное блюдо хочу быстренько все приготовить чтобы вечером уже не было таких проблем чтобы надо что-то готовить приготовила домашний майонез не стала снимать болтала по телефону так и все пролетело время здесь у меня одно яйцо 1 чайная ложка горчицы потом что еще соль пол чайной ложки и 1 чайная ложка сахара вот такой вот у меня майонез домашний получился для пиццы у меня майонез закончился хочу сейчас приготовить пиццу здесь колбаска здесь лучок здесь помидорчики майонез закончился думаю чем бежать магазин лучше давай-ка попробую сделать сама получился нормальный майонез но надо подсолнечного масла побольше я не стала много ложить поэтому вот на одно яйцо получилось сколько по мерному стаканчику 200 грамм нормально получилось так то увесисто сейчас буду готовить пиццу тесто уже поднялось и также буду готовить пакароны по-флотски с домами такой вот у меня сегодня будет меню так сказать такая у меня будет сегодня готовка очень у меня в глаза лезет этот лук он такой острый вообще острый острый баночку огурцов мы вчера их уже пробовали это вот я летом за замариновывала очень вкусные вообще нравится вкуснотища думал в пиццу положить немножко еще огурчиков он так и не очень острый но вкусные вот поднялось наше тесто но я не стала ждать долго потому что для пиццы это нормально сейчас возьму немножко тесто буду раскатывать небольшие круги два круга потому что не люблю большую на полный лист она как-то тяжелее резать ее неудобно поэтому буду делать две средние такие круглые пиццы начинку подготовила все огурчики тоже нарезала майонез есть сыр есть и тесто сейчас одну небольшую часть возьму на пиццу и из остального теста очень хочу вечером испечь не испечь а сделать как они называются в хот-доге в очередь хочу сделать куплю сосиски все остальное у меня есть так что сейчас небольшую часть возьму сюда а это пускай еще поднимается как пицца приготовится испечем булочки для хот-догов пицца у меня готова имеется ввиду готова для отправки в духовку вот такие вот они получились полила я домашним майонезиком что еще здесь у меня сыр ой сыр говорю первый слой у меня этот этот вот домашний майонез потом лучок потом идет слой колбаски ну там очень мало колбаски маринованные огурцы помидоры сыр толстым толстым слоем таким прямо натерла и получается сыр и домашний майонез и все сейчас отправлю в духовку посмотрим что у нас получится у меня будут подниматься булочки для гамбургеров я все-таки сформировала их на лист отправила такие вот немножечко тесто берем и делаем такую длинную колбаску она у нас вот так вот увеличивается в объеме тесто вот так будет подниматься как пицца приготовиться после нее поставлю булочки такие вот они будут думаю что будет хорошо и вкусно вот такая вот пицца у меня получилось надеюсь что она вкусная с домашним майонезом с огурчиком с колбаска такая красавица и вкуснятина уже испеклись булочки для хот-дога вот так они выглядят домашние мягкие мягкие вообще только достала из духовки такие горячие пускай остывают до вечера вечером сделаем хот-доги на улице стало попрохладнее сейчас поеду в магазин немножко прогрей машина все равно холодно смотрю на свои волосики но меньше выпадает сейчас хочу еще купить себе опять масочку мне и хватает очень мало насколько мне хватило но наверное на 45 прием для волос но питание вообще получают хорошее меньше секутся и лучше выглядят намного лучше мне кажется меньше выпадают самое главное что меньше выпадали даже не хочу краситься ничего даже глаза не подвела знаете вообще не охота сыра так холодно ничего не охота вообще ничего не хочу мне надо будет купить коробку распаечную или распа раз по сельски надо будет купить вот и все в принципе ну вот я говорю что меньше выпадает от волос уже на руки когда вы видели чтобы волосы меньше выпадали я не знаю то наверно в каких случаях все и получился такой мини-влог вообще осень меня добивает спать хочу я бы сейчас спать легла если бы ничего не надо было купить аж слезы с глаз у нас очень сыро тоскливо такая погода некрасивая слезы с глаз ладно поехала я все куплю потом покажу что купила с магазина покажу покупки сегодня в совершила в магазине магнит 2 чудо йогурта они идут по акции вот такой творожок по 25 90 очень вкусная люблю обожаю как раз партии так вообще даже заглядываться на него не стоит майонез махеев провансаль с лимонным соком стоит 65 90 молочные сосиски для хот-дога они у нас по 89 90 здесь как раз пять штучек один лимон на 27 рублей печенье юбилейная традиционная большая пачка на 59 90 и хэйнс вот такой вот для стейка кетчуп черный перец 1 литр здесь он стоит у нас 127 рублей 90 копеек всегда берем хэйнс но у нас надолго хватает так что расход маленький вот такие вот небольшие покупки совершенные в магазине магнит